Белорусский завод Белджи, расположенный под Минском, отмечает пятилетие. Сейчас здесь выпускаются только кроссоверы Coolray и Atlas Pro, но вскоре компанию им составит третья модель кросс-купе Tugela. Впрочем, оформление минской прописки для Tugela было вполне ожидаемым, а вот желание белорусов выпускать недорогой седан — новость внезапная. На нашем рынке модель будет представлена под именем M-Grant 7. Сама машина представляет собой довольно крупную четырехдверку. Во всяком случае, в длину китайский дебютант обходит вазовскую Весту на добрые четверть метра. Шасси устроено просто — спереди стойки Макферсона, сзади полузависимая балка. Атмосферный мотор при полуторалитровом объеме выдает 114 сил. С ним, помимо пятиступенчатой механики, может быть состыкован вариатор, и это большой плюс. Главный соперник, та самая Веста, примерит автоматическую коробку еще не скоро. Кстати, о конкуренции. В Китае модель стоит около 70 тысяч юаней, что равнозначно 600 тысяч рублей. Но даже если такой G-Li будут предлагать по цене около миллиона, его точно будут брать. По оценке маркетолога, в Белоруссии реально продавать около 2 тысяч Мграндов. Понятно, что емкость российского рынка гораздо выше. Тем более, что страна разом осталась без таких хитов, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В эту нишу также нацелился китайский госконцерн BAIC. Как уверяют многочисленные источники, промышленный гигант сейчас ведет переговоры с заводом Автотор, откуда недавно ушли Hyundai, Kia и BMW. Наиболее вероятным претендентом на освоение калининградского конвейера называется среднеразмерный седан Синова D50. По формату, характеристикам и цене модель очень похожа на G-Li Мгранд 7. Итак, Синова тоже предлагает простую схему шасси. Полуторалитровый атмосферный мотор, а также возможность выбора между механикой и вариатором. Ну и цена, те же 600 тысяч в переводе на рубли на родине. В общем, безраздельные гигамонии Гранты, которую сейчас отдают по цене около миллиона, вскоре может прийти конец. И Весту нужно запускать как можно скорее, ведь, как видим, китайские марки осваиваются очень быстро.